32 года назад произошла самая крупная техногенная катастрофа 20 века. Сегодня в Таразе почтили память жертв Чернобыльской катастрофы и чествовали ликвидаторов, которые устраняли последствия той страшной трагедии. Подробнее в следующем материале. Ровно 32 года назад на Чернобыльской атомной электростанции прогремел мощный взрыв, рванул четвертый энергоблок. На ликвидацию последствий было мобилизовано около 600 тысяч военнослужащих и добровольцев со всего бывшего Советского Союза. Среди них был и 20-летний Руслан Саржанов. По его словам, в настоящее время в живых осталось только третий с них. И то 95% ликвидаторов подорвали свое здоровье. Самое печальное – их число сокращается с каждым годом. С того трагического случая прошло вот уже 32 года. Мы потеряли своих близких, родных и друзей. Из Тараза на ликвидацию тогда поехало 350 человек. Сейчас из них живы только 99. Более 1200 человек из Жамбулской области поехали тогда на Чернобыльскую атомную электростанцию для того, чтобы помочь в ликвидации последствий. Участники до сих пор помнят события тех страшных дней в мельчайших деталях. По словам же организаторов сегодняшнего мероприятия, поддержать потомков погибших на том трагическом месте – наш гражданский долг. В текущем году из городского бюджета рассмотрены денежные средства в размере 2 миллионов 775 тысяч тенге. 117 гражданам будут выплатены социальные выплаты. Кроме того, их мы направим на различные курорты и санатории. Перед ликвидаторами стояла цель предотвратить распространение радиации любой ценой. Они работали сутками, получили мощнейшую дозу облучения. Спасателей, солдат и добровольцев мы помним и чтим их бесценный и самоотверженный труд. Валерий Татаренков, Мадиар Серик, Нурлан Успанулы, 77 News.